Что делать? Расскажите о том, что делать. Резерзер. Какими инструментами, какие приемы использовать, какие трудности? Трудности, у меня очень много сколов получается, что-то неправильно сделаю где-то в технике. Инструмент. Полукруглый коротыш использовал и опоры сажал, да. Ножик. Хорошо. Ты что делаешь? Резер. Резер. Понятно, что не лепишь. Какие трудности? Сколько тебе лет? Меч 15. Сколько? 15. Что изначально от своего? Изначально линии. Повороты право-лево, уемки. Повороты в основном. Что именно тебе самое, на твой взгляд, сложное дается? Сделать разрезы без сколок. Как? Ну, чтобы не было вот этих стенок скалок и прочих. Дома отдельно занимаешься? Ну да. Да. Ты что дома выполняешь? Ты не стесняешься, расслабься. Треугольники, треугольники урезаю. Пытаюсь, по крайней мере. Угу. Окей. Вы дома выполняешь? Да. Ну, мало времени. Больше бы хотел избранного. Когда есть, стараемся отлить пикапы. Ну, это же цена ваш планета. Да. Да. Семья. Один дальше. Так, здесь у нас пенал подвинул. Ну, расскажите частично, что делать, чем заниматься. Сейчас отложим. Что у нас тут выходит? Выделяем рисунок углубления. Угу. Снимаем флажком. Флажок. Угловые стамиски полукруглые. Отдельно, как я понимаю, мы тренируемся правильно, закрепляем место. Конечно. То есть, перед тем, как переходим на изделие. Изначально, что мы делаем? Отрабатываем на досточки. Это первые шаги ваши вообще? Да. В чем сложности, на ваш взгляд? В выборе. В выборе? Да. В каком именно? В выборе приемов штук. Да. Пока еще не совсем целым. Сколько вам лет? 47. 47. Я, честно говоря, думал лет 30. Вообще зачетно. Это первые шаги ваши, да? Да. В резьбе, да. В резьбе, да. В резьбе, да. Вот интересно. Потом покажем конечную базу. Хорошо. Так. Так у нас на аргу открываем. Правильно? Что мы сделаем с тобой? Мордишки. Да? Да. Делаем курсы. Сейчас у нас, мы занимаемся бортиками. Здесь, естественно, мы с вами, анклантуры. Расскажите. На своем проекте. На своем проекте. Делаю на арты. Сколько лет вам? У меня 39 лет. Делаю на арты. Хочу подарить. Чуть громче. Хотите подарить? На подарок своему брату. Мне очень нравится. Единственное, что нехватка времени. Нехватка времени. Да. Ну, каждый день по полчаса где-то, около часа я провожу дома за этим занятием. Потому что, как учитель говорит, практика, практика еще раз практика. Конечно. Это первые ваши общие шаги? Это первые шаги. И я очень-очень хочу, чтобы были не последними. Не последними они не могут быть. И хочу в этом направлении только дверь вперед. Но, благодаря учителю, который наставляет, честно говоря, я просто-напросто даже приходил бы на занятия, даже ничего не делать. Просто слушать. И это меня очень-очень нравится. Ну, а от себя ж не ожидали в данных результатах? Естественно, не ожидал. И это для меня вообще новое. Что открылось. Именно, что для меня вот это открылось. Действие для меня, я думаю, конечно. И, честно говоря, вот этот подход, который вы говорили, новый подход. Не знаю. Я в этом деле новичок, но вижу, что это новый подход. И людям нравится. Это самое главное. Мне нравится вот этот подход. Просто смотрит. Потому что мы решаем вопросы четко, ясно, конкретно, по существу. Именно просто нравится, что вот этот продукт смотришь, и нет, нет, нет. И каждую секунду, каждую минуту ты что-то новое открываешь для себя. Угу. Вот это все. Ну, тогда Бог в помощь. Вам смотреть по этапу пошагу. Спасибо большое. Тем более я вас снимаю. Те, кто вы делаете, ребята, работают. Это фактически для истории. Вам приятно больше? Прям через время даже на себя посмотреть, что вы делали. Спасибо вам большое. Хорошо. Хорошо здесь отец с сыном. Сколько лет я рассказывал? 16. 16. Что ты делал? Что у тебя по проекту? Хлебница. Хлебница? Давай посмотрим. Какие трудности для тебя? К том, чем ты занимаешься? Трудности? Разрезать себя. Углубления сделать. А почему эти трудности? Думаю, не упражнешься. Нет? Пока мы сняли. Пока мы сняли. Трудности вызываются. Углубления. Потому что, не знаю, в будущем, как говорится, будешь заниматься. А мы все поправиться. Давай представим. Твоих летниц. Значит, это фасад. Вот здесь. Вот так мы в цветочках. Думаю, верно, да? Сюда накладку будет. Цветочек. Угу. Опять-таки, как ты оказался здесь у нас? Благодаря кому? Папе. Папе. Да и опять подтверждение, что родители, родители, когда верят в своих детей, то есть нельзя подвести своих родителей, верно? Потому что они свято верят в то, что у тебя получится, что будешь развиваться. Здесь вопрос не в том, что будешь ты жить этим, либо не будешь. В любом случае тебя это развивает. А может, дай бог, в жизни это где-то потом поможет. Как показывать практику. Как говорили у вас в те времена. Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Совершенно верно. Совершенно верно. Аж за улыбался он. Значит, тоже понимает. Давай, дерзай дальше. Идем дальше. Окей. Привет. Здрасте. Здрасте. Что делаешь? Сколько лет? Мне 13-14 лет. Я делаю доску для разделки. Кухонную декоративную. Кухонную декоративную. Кухонную декоративную. Ну просто февроники. В чем трудности, в чем проблема? Трудность у меня с нарисованием больше эскиза, выбора рисунков и разных стилей. Ну ты не расстраивайся. Тренинги, разработки, отработка приемов. Немногое другое будет приводить к чему? К положительным результатам. Да. Все нравится или что-то может быть? Напрягает, не напрягает? Нет, нравится. Но рисовать надо. Верно? И аккуратненько стараться выполнять. Окей. Хорошо, идем дальше. Так, вы чем занимаетесь, рассказывайте. Сколько вам лета вообще? 32 года мне. Сейчас занимаюсь отработкой элементов. Что меня интересует, это чистота исполнения мелочей. В дальнейшем буду брать нарды для дальнейшей работы. Покаместь. Все очень нравится. Что мне больше всего в этом нравится, это развитие фантазии. То, что мне необходимо. И каждый элемент можно выполнять по-разному. Вроде они похожи, но они индивидуальны. Поэтому очень здорово. Советую пробовать. Потому что это принцип самореализации. Да. Да. Потому что вы, прежде всего, человек может что делать, именно выражаться. Самовыражаться, да. Так и есть. Именно. Наклоны, частота, отработка, развитие, закрепление приемов. Моторика работает. Никакой спешки. Абстрагируешься от всей суеты. Сидишь и занимаешься делом. Бомба. Огонь. Спасибо. Хорошо. День добрый. Сколько вам лет? 46. 46. Что вас привело к нам? Ну, за исключением рекламы-то понятно. Нет. Нет. Рекламу, по правде говоря, не видел. Сам начал искать в интернете курсы. Резьбы по дереву. Ну, собственно, самое первое, на что наткнулся, как раз на ваше видео. А, на Адольфа Юрьева сразу? Совершенно верно, да. Вот. Просмотрел несколько роликов. А где? В Ютубе, да? В Ютубе, да. Ага, я же там в топе, получается, иду. Ну... Когда люди прописывают резьба по дереву, то сразу выбивают Адольф Юрьев. Совершенно верно. Ага. Очень понравилось. Ну, всю жизнь нравилось работать с деревом. Но не было на это времени. Сейчас вышел на пенсию. Раньше занимались чем-то подобным? Нет. Хорошо. Давайте теперь пошагово. Чем мы сейчас занимаемся? Что мы делаем? Пошагово давайте. Сейчас мы попортим досточки пока. Да. Вот. Вот. То есть... Да. Учусь сейчас, в принципе, для меня самая главная задача это научиться правильному удержанию инструмента. Понять, какой инструмент для чего предназначен. Ну и, по сути, уже по итогу научиться им пользоваться этим инструментом. И потом разобраться, каким образом привязывать геометрию уже к окончательному рисунку. То есть, на самом деле, можно всякую плиту комбинировать. Конечно. Те или иные приемы между собой. Совершенно верно. То есть, я хочу до конца вот это понять. Основы это уклад руки. Это контроль руки. Тем самым, фактически, образовывается однозначная, уверенная техника безопасности. Как мы практически... Я привожу примеры, когда с ребятами там на нардах и прочее сразу, практически. Почему необходимо? Даже тогда, когда нам вроде не хочется. Но почему, если мы на первоначальных шагах это проигнорируем, впоследствии это может привести просто к чему? К травмам. Травмы возможные. Сколы, дефекты и многое другое. Почему? Не стоит игнорировать все эти выемки, взаимосвязи. Нужно. Также здесь мы специально по торцевой части прорабатываем. Обязательно прорезы, где рука на весу, в неудобных местах. То есть, человек начинает, допустим, условно понимать. Также, соответственно, отрабатываем это полукруглый коротыш. Это полукруглый коротыш, это нож. Это взаимодействие всего инструмента. В целом, нравится? Очень. Вы же хотели сразу подвинул оформлять? Нет, ни в коем случае. Я планирую еще много. Просто человек попортить, прежде чем приступить. Я вам объяснил, он не коммерчески. Потому что, я вам просто смотрю, не коммерчески. Потому что, если коммерчески, вам бы сразу сказалось, берите оформлять. Но, ввиду того, что мне интересно, именно вложить и сформировать в вас определенные знания, а не, как говорится, финансы, ва, подойти к вопросу. Ну, за этим я сюда и пришел. Именно. Потому что у нас все в простоте и в практике. Совершенно верно. Ну, для кого-то, когда все это не по фэншую, это расстраивает. Потому что хотелось, чтобы у него все по фэншую. Говорите красивые слова, там придерживайте все это. Окей. Спасибо. Спасибо. А вы что делаете? Сколько вам лет? Здравствуйте. Сколько? Мне 25 лет. 25 лет? Да. Я занимаюсь резьбой, развиваюсь духовно и физически. А духовно как именно? На данный момент я медитирую со стамеской в руках. Медитируете? Да. Вот это потрясающе, кстати. Это очень классная практика для духовного развития на самом-то деле, к которой я давно хотел приступить именно со стамеской. Я просто подметил такую вещь, что когда ты вовлекаешься в процесс, тебя покидают всякие проблемы, покидают тебя глупые мысли, и ты начинаешь путешествовать в сознание, развивать сознание и соответствовать.